В прошлой программе мы начали разговор об Олимпиаде в Париже с самого схвалений президента Франции. Она лучшая, запомнится на 100 лет и вообще, идите все лесом, кому не нравится. Но видео с открытия они удалили на всякий случай. 11 миллиардов вечно зеленок уплочены, поэтому ешьте спортивное фрик-шоу и даже не смейте его критиковать. Что ж, устраивайтесь поудобнее, поговорим о происходящем. На главных стартах четырехлетия будет неприятно. Первой проблемой для журналистов и спортсменов стал вопрос транспорта. Всем приходится пользоваться общественным. Никаких организованных шаттлов от аэропорта до места проживания. Повсюду грязь. Франция до сих пор заявляла, что тратит много денег на прием гостей. Однако у представителей СМИ и гостей возникают проблемы даже с питьевой водой. Ну что ж, начнем не с главного, а с до стыда смешного. Олимпийский чемпион по плаванию, итальянец Томас Чекан не воспользовался гостеприимностью французских организаторов и запредельным уровнем обслуживания в Олимпийской деревне. И спит с бомжами на улице. Нет, это не шутка. В прямом смысле ночуют под лавкой среди бездомных маргиналов. Не всех выловили и вывезли в Орлеан, видимо. И мусора, потому что даже такие условия лучше предложены для спортсменов на официальном уровне. Да, товарищ Макрон, эта Олимпиада действительно запомнится уровнем пробития дна во всех смыслах. Вы правы. Спасибо артистам за этот уникальный и волшебный момент. Спасибо правоохранительным и экстренным службам, агентам и волонтерам. Спасибо всем, кто верил в это. Это можно будет обсуждать и сто лет спустя. Мы сделали это. 23-летний итальянец на Олимпиаде в Париже завоевал бронзу в эстафете 4 по 100 вольным стилем, а потом и вовсе выиграл золото. Сто метровки на спине. Лежа на покрывале около лавочки, свернувшись калачиком, он набирается сил перед главными стартами. К слову, человеком такой не один. Множество спортсменов уже покинуло деревню в поисках нормальных условий жизни. Получается, Олимпийские игры стали не только соревнованием в спортивных дисциплинах, но и выживание в экстремальных условиях. Ладно, с шутками закончили. Взоры всех любителей спорта прикованы не к Олимпийским рекордам, а к самому главному событию этого лета. Мужик лихо лупит женщин на ринге в женских соревнованиях по боксу. Цирковое шоу, где психически больные мужчины набивают очки на практически неспособных оказать хоть какое-то сопротивление женщинах. Да, это и есть современный спорт. Да, по паспорту Иман Хелиф – женщина, но генетически это самый настоящий мужик. И годом ранее она уже провалила гендерный тест и не была допущена до чемпионата мира. Однако на лучшей Олимпиаде все мечты сбываются. Зато это весело. И честно, справедливости ради в мире большинству не понравилось происходящее, но глаз рассудка все равно утонет в пучине сумасшествия. Русские с их никому не нужным традиционными ценностями вообще в шоке. Это ненормально, когда мужик выступает в боксерском поединке против женщины. И если в МОК допускают такие дела, то что о них говорить? Постоянно обсуждаем одно и то же, одних и тех же людей, которые сошли с ума. Да, МОК полностью сошел с ума. Там не осталось адекватных, и от них нереально увидеть и услышать нормальные действия. Увы, у нас настала такая жизнь. Безумие. Пусть эти трансгендеры и прочие выступают среди мужчин, какими родились. Что касаемо физической части, мы прекрасно все понимаем, что мужчины намного сильнее женщин по своей природе. Да, выходит, тест ДНК не является доказательством принадлежности к определенному полу для МОК, а также строение челюсти, надбробные дуги, строение таза и прочие истинно мужские атрибуты, которые скрыты от посторонних глаз. К слову, свидетельство о рождении спортсменке выдано в 2018 году. Как раз тогда, когда она и начала свою выдающуюся карьеру по избиению женщин. Какое совпадение? После боя итальянка со слезами на глазах сказала, «Мне много раз говорили, что я воин, но я предпочла остановиться ради здоровья. Никогда не чувствовала столь сильного удара, не собиралась сдаваться, но удар был слишком болезненным, и поэтому я сказала себе «Хватит!» И правильно сделала. Между возможной инвалидностью и поражением выбор очевиден. И если сегодня вершина спорта в Париже, то переверните картину. Возможно, это не гора, а дно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...